История строительства стадиона «Миллениум». Из цикла «Монументальная архитектура». В столице Уэльса, Кардивфи, в Великобритании, между 1997 и 1999 годом был построен многоцелевой, но предназначенный, в основном, для регби, спортивный комплекс «Миллениум». Он расположился в центральном районе города Армспарк, вдоль реки Тафф, где ранее существовал национальный стадион, увидевший свет в 1969 году. Армспарк. В середине XIX века местные маркизы семьи Бьют подарили Кардивской общине землю, на которой сейчас расположен стадион и Армспарк. Они предоставили эту территорию для отвода реки Тафф, так как на этом месте необходимо было построить железную дорогу. До конца 1960-х годов Кардивский Армспарк был в этом районе единственным сооружением. На части этой земли было оборудовано поле для крикета. А в 1967 году казначей Уэльского союза регби Кен Харрис получил концессию на землю от Кардивского спортивного клуба и начал строительство национального стадиона. Работы были завершены в 1969 году, и сооружение, хотя и не полное, стало уже пригодно для размещения публики, большинство из которой наслаждалось игрой еще стоя, так как была построена всего одна северная трибуна. Между тем, работы продолжались следующие 15 лет, в течение которых были добавлены западная, восточная и южная трибуна, максимальная вместимость которых составила 65 тысяч зрителей. После завершения строительства стадиона первым матчем стал в 1984 году матч открытия пяти наций между Шотландией и Уэльсом. Стоимость комплекса составила 9 миллионов британских фунтов стерлингов. Однако, спустя всего 13 лет после завершения строительства национального стадиона решено было его снести из-за соображений безопасности. Дело в том, сначала вместимость стадиона была уменьшена до 53 тысяч зрителей, 11 тысяч из которых вынуждены были смотреть матчи стоя. Этого было недостаточно для таких крупномасштабных мероприятий, как чемпионаты мира по футболу. Поэтому национальный стадион снесли и начали строительство нового объекта. Стадион – Миллениум. Под руководством австралийского архитектора Рода Шарда стадион спроектировал генеральный подрядчик Лэнг, а британские и итальянские компании предоставили инженерные консультации по строительству раздвижной крыши объекта, возведению трибун и опор. Чтобы построить все это, кроме национального стадиона пришлось снести бассейн и здание телекоммуникационной компании. Стоимость строительства вначале оценили в 121 миллион британских фунтов стерлингов, и его тоже открыли незавершенным 26 июня 1999 года. Однако после завершения всех работ стоимость выросла до 1,810 миллионов британских фунтов стерлингов. Когда стадион считался уже официально открытым, у него еще не было сертификата пригодности и документов с техническими характеристиками, в том числе по разрешенной мощности, что не позволяло спланировать количество продаваемых билетов. Сертификат пришел за месяц до начала чемпионата мира, в сентябре 1999 года, но не было еще схемы мест, входов и аварийных выходов. Однако к началу чемпионата стадион предоставили в распоряжение Воргкомитета, и на поле из натуральной травы было проведено 7 матчей. Вместимость стадиона составила 73 931 место. В период с 2001 по 2006 год во время реконструкции стадиона «Уэмбли» «Миллениум» оказывал поддержку английской футбольной лиге. В преддверии чемпионата мира по регби, который состоялся в 2007 году, Франция была назначена его организатором, и на «Миллениуме» прошли три матча группового этапа и четвертьфинал, в котором Новая Зеландия неожиданно проиграла Франции. В 2015 году на стадионе было проведено 8 матчей третьего чемпионата мира по регби. «Миллениум» стал вторым по посещаемости стадионом после лондонского Твикенхема и первым стадионом в Великобритании с раздвижной крышей, а на момент открытия считался самым большим в стране. Общая длина стадиона составила 222 метра, а ширина 181 метр. Игровое поле «Миллениума» размером 120 на 79 метров расположено на 4 метрах ниже уровня поверхности земли. Крыша стадиона закрывается двумя алюминиевыми раздвижными панелями общим весом 560 тонн и размером 76 на 55 метров, каждая с приводом от двух гидромоторов. Панели оборудованы устройствами для сбора дождевой воды, отталкивания влаги и обеспечения звукоизоляции. На крыше осуществляется техническое обслуживание 110 прожекторов мощностью 1,8 кВт каждый, 1512 громкоговорителей и 1650 детекторов дыма. На строительство комплекса пошло около 1350 фундаментных свай, 40 тысяч тонн бетона, 34 тысячи квадратных метров бетонного кирпича, 16 тысяч тонн стали и 24 тысячи квадратных метров облицовки. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания JASH Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Продолжение следует...